Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июля, сегодня у меня массовый сбор, сегодня у меня дегустация вот этих всех... Так, нет, дальше надо... Всех. Только что рассказывала про Демидова, рассказывала, чем отличается от Настеньки. И сейчас Настенька вот чисто дегустацию быстро сделаю, потому что сегодня времени нету. Я их и не мыла, и красиво не укладывала. Еще раз говорю, что уже в таком режиме цеть нота, что все переспевает, там дождь идет, они сейчас начнут лопаться, все эти томаты. Собираю и в теплице, и на улице, везде. Настенька, если кто не знает, это тот самый, вместе с Демидовым, сорт сипирский, неприхотливый, толстоногий, не вытягивается в рассаде, не боится заморозков. Тот, который можно высаживать в тоннеле в ранние сроки, тот, который я использую для раннего урожая, потому что в случае подмерзания они хорошо обрастают. То есть это те самые вот наши сибиряки, которые в любых погодных условиях вам дадут урожай. Но Настенька стоит обособленно в этом ряду, потому что обычно вот эти все, которые остальные сибиряки, они больше 200 грамм не вырастают, а Настеньку при хороших погодных условиях можно вырасти и 300, и 500. Некоторые люди, которые брали у меня семена, до 500 граммов выращивают Настеньку. Она розового цвета, красивый такой розовый насыщенный цвет, вот такой немножко вытянутой формы. Вот этот у меня вот 250 грамм. Это вот тепличные, и в теплице они все равно чуть-чуть поменьше, потому что там я ограничиваю им, пить воды не даю. В открытом грунте могут, вот сейчас начнется сезон дождей, и до 500, и разлупаются все. Поэтому в теплице, я вот сейчас дегустировала Демидова, в теплице они получаются хоть мельче, но они получаются более сладкими. Сейчас я и разрежу, и разломаю, покажу. Но, конечно, ничего нового тут не будет, потому что у них томаты это мясистые, они именно те, которые могут быть мясистыми, сахаристыми, сладкими. Такая же, как у Демидова, я только что показывала, у них вот эта вот мякоть крупенчатая. Ничего с них не течет, вот именно с тепличных. Сейчас вот так разрежу еще, как у меня просят по экватору разрезать. Ой, ой, хороший. Вот смотрите, много мяса, видите, мало семян, для еды идеальный вариант. Так, это вот часть жопы, а это вот часть, где нос. Можно сказать, что томат состоит с одного мяса. Камер семенных очень мало, и иногда откроешь выбрать семена, а их там 3 или 4 штуки. Мне это не очень, конечно, нравится, потому что мне нужны семена, раз я занимаюсь продажей семян, но для еды идеальный вариант. Мясистая, сахаристая, мяса много, вкус хороший. Сейчас вкус еще попробую. Я считаю, Настенька вообще это идеальный вариант, в ней сочетается все. И ее неприхотливость, то, что она толстоногая, то, что она в рассаде не вытягивается, и ее можно рано посеять, она может ждать целый месяц лишний до высадки в грунт. Сладкая. Вкусная. Смотрите, какая красавица. Прям чисто арбуз. И на вкус очень сладкая. Конечно, еще раз говорю, если я сейчас попробую, например, с открытого грунта, однозначно она будет чуть с кислинкой, потому что там у нас вот последнюю неделю зарядили что-то дождики. И вот эта сладость, она разбавляется водой, и она менее кажется сладкой. Поэтому вот так вот у нас в теплице чуть меньше размер, но больше содержания сахара, потому что я их сильно не поливала. А в открытом грунте они получаются чуть крупнее. Вот с открытого грунта, видите, сейчас снимаю. Из-за того, что дождики, они там спелые висят, начали все лопаться. И вот мне сегодня надо быстро-быстро все их снять. Видно, что это не гниль, ничего, это просто вот она пьет сейчас дождевую воду, и вся разлопалась. Надо скорее снимать. И вообще, Настя, конечно, кто у меня брал и выращивал, а вот это вот писали, увидели вот этот плод, сказали, что это, возможно, вершинка. Если у вас вот такой плод, это не вершинка. Это вот проблема опыления. Не доопылился плод и получился вот такой вот. Это не заразно, это не болезнь, это вот такой дефект при рождении плода. Недостаточное опыление. Ну, в еду они идут, и даже семена с таких плодов можно брать. У некоторых возникают вопросы, можно ли с таких плодов брать, можно ли с таких. Вот с таких можно брать. Это не болезнь томатов. Все, до свидания. С Настей из Демидова мы познакомились. Сейчас буду садиться, получать семена. Вот еще хочу обратить, смотрите, внимание, тут хотя семян мало, но смотрите, какое качество семян. Семена прям крупные, отборные, можно сказать, что элитные, штучный товар, но их очень мало. Все, до свидания.